Всех рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Здесь я делаю расклады для вас. И сегодня мы посмотрим, какую информацию дадут высшие силы для вас. Магическое письмо от Вселенной. Что вам необходимо услышать прямо сейчас? Ну, вам необходимо сейчас вернуть какую-то уверенность в себе. Королева Пентакли – женщина, самодостаточная женщина, уверенная в своем будущем, в своей красоте, в своем перспективном будущем. В том, что ее счастье в ее собственных руках, Пентаклик в ее руках. Немножко вы растеряли уверенность в себе, видимо, обстоятельства, которые были в прошлом, либо сейчас, на это оказали влияние. Но посмотрите, вы самодостаточный человек, у вас Пентаклик в руках, возможно, финансово независимый. Если даже сейчас в жизни такого нет, и у вас финансовые проблемы какие-то, смотрите, изначально у вас должно было быть все хорошо. Если проблема, значит, сейчас куда-то не туда идете, не на тот путь встали, где-то ошиблись, где-то просчитались. Неверные шаги сделаны, потому что энергия у вас идет счастливой и самодостаточной женщины. Женщины, с которой рядом человек любимая карта, влюбленный, любовь и деньги, смотрите, карты какие. Старший аркан влюбленный, десятка Пентакли и королева Пентакли. Лучше не придумать триаду, просто не придумать. Еще и вы интуитивно мудрая женщина, вот на дне колоды, верховная жрица. Вы обладаете неким орелом таинственности, притягательной. С вами хотят общаться, с вами хотят завязывать отношения мужчины. То есть у вас есть все для нормальной жизни в этом мире, для того, чтобы жить и что-то отдавать в этот мир. Вам есть что отдавать. Вы сейчас, может быть, скажете, да что отдавать, у меня там проблемы, здесь проблемы, с работой не ладится, с детьми тоже, с мужем тоже. Нет, дело в том, что вам нужно обрести целостность. Вы себя расплескали, вы разбросали свою энергию, разорвали свою энергию. Вот этот круг, эту целостность, которая вам дана была изначально. Ну что же, так бывает. Давайте смотреть совет. Совет. Что вам сейчас делать? Как вам собрать себя? Как вам себя собрать? Вы расплескиваетесь сейчас на массу возможностей. И туда, и сюда. И все пути рассматриваете. Жизнь идет, да, понятно, что надо спешить. Нужно везде успеть. Но это путь в никуда. Вы устаете колоссально. У вас нет нигде движения сейчас. Вот она сидит здесь, просматривает. И первый путь, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой. Вот сколько путей. Даже семь здесь. Не шесть, а семь. Но ни один из них не удовлетворяет вас морально. Вы не получаете удовольствия от того, что планируете. Потому что, наверное, не видите результата. У многих какие-то ошибочные планы, неверные движения. И это приводит, видите, к десятке мечей. К неудаче. К ударам. К падениям каким-то. То есть надо изменить ход своих мыслей. Нужно изменить свои запросы во Вселенную. Давайте посмотрим, как вам скорректировать запрос. С чего вам начать улучшать собственную жизнь. Где та самая ниточка, за которую сможете ухватиться. С чего вам начать. Ну, действовать нужно быстро, да. Две карты выходят. Хорошо. Пусть так, значит, так нужно. Рыцарь мечей. Наверное, вы засиделись в этой ситуации. Почему выходит эта карта? Импульсивность, движение, быстрота. Ну, резкость, смелость. Быстрое принятие решения. Здесь совет выходить из этого. Не думать долго. Вот он. Вы точно думаете, сидите. Видите? Тройка жезлов. Вот он сидит, думает. Ждет какого-то озарения. Тут не надо ждать. Выходить из этой ситуации. Действовать импульсивно. Импульсивно иногда нужно действовать. Конечно, в рамках разумного. Не надо там пускаться во все тяжкие. Но сидеть, думать, обсуждать. Может, с кем-то какую-то ситуацию обсуждаете. Не знаю, почему такая информация у меня пошла в визуализации. Думайте своей головой. Примите какое-то решение. Какое-то решение. Чтобы вы вышли из вот этого состояния вечного раздумья. Вечно что-то взвешиваете. Надо хоть какое-то действие сделать. Выбрать хоть какой-то путь. Много путей у вас здесь. Много. Но вы должны сузить круг своих потребностей. Круг запросов. Сузить. Конкретизировать ситуацию. Это как в интернете. Там очень много информации. Можно найти практически все. Но находят эту информацию только единицы. Только те, кто может дать точный запрос. Вы витаете в облаках часто очень. Как в иллюзиях. Как в иллюзиях. Вот так. Не знаю, чего хочу. Такое бывает. Иногда интуиция отключается. Непонятно, чего хочется. Вы в одиночестве находитесь. Карта отшельник. Но вы это одиночество преодолеете. Вы выйдете на какой-то новый путь. Видите, карта победы. Шестерка жезлов. Это победа. Это преодоление. Может быть, карта отшельника показывает не столько на ваше одиночество, сколько на те проблемы. На тот груз, который давлеет на вас. Вы в темноте обредете. Вот как он при луне. И с этим фонариком, значит, вы пытаетесь найти хоть какой-то верный путь. Я вижу, как вам тяжело и как вам сложно нести вот что-то на себе. Вы начинаете с нуля, как будто бы. Может быть, от чего-то ушли, отказались. Как вот одна идете в темноте. Но вы придете к результату. Шестерочка жезлов. Придете. Обязательно. Это ваша победа. Это ваш успех. Какие советы еще, подсказки. Хаос в вашей жизни. Хаос. Ну, знаете, мы создаем хаос сами себе, позволяя другим вмешиваться в нашу жизнь. Может быть, вы где-то дали слабинку, и человек вами манипулировал, либо люди, да, и внесли хаос, распорядились вашей жизнью, вторглись в ваше энергетическое пространство и надиктовывали вам там свои какие-то условия. И вы сейчас себя как будто по кусочкам собираете, я вижу. Но вы мудрая женщина, верховная жрица. Эта карта, знаете, падает только сильным женщинам, сильным личностям. Этот расклад больше для женщин. Хотя, не знаю, может быть, и мужчины что-то здесь для себя почерпнут. Но здесь внутренняя мудрость, именно женская, да, интуиция, мудрость, сила. А верховная жрица всегда имеет очень прочную связь со Вселенной. Сильных людей Вселенная слышит всегда. Потому что они умеют мобилизоваться. Вы мобилизуетесь. Как бы вам сейчас не было тяжело, и как бы вы сейчас не разуверялись в том, что что-то вы ещё сможете сделать и что-то изменить, у вас это получится. Я вижу по десятке жезлов, как вам тяжело. Какой хаос в вашей жизни. Вы разбитые, да, повторюсь, как по кусочкам себя собираете. Но вы найдёте верный путь. Верховная жрица и шестёрка жезлов — это важные карты, говорящие о том, что человек выходит на истинный путь, на свой путь. Опять думаете, да? Опять сидите и размышляете. Что же мне делать? Несколько карт у меня вышло. Ну, значит, так нужно. Я вижу, что у вас дверь закрыта, конечно. Это не просто, когда перед вами закрываются двери. Может быть, кто-то закрыл, да? Может быть, вы сами закрыли, потому что понимали, что бесперспективное продолжение. Но в любом случае, видите как, после этой карты, после пятёрки Пентакля, идёт старший аркан солнца. Замечательнейшая карта. И вот вы, королева кубков, женщина, которая сердцем находит выход из этого положения, из этой неприятной ситуации. Находите просвет, и вы на коне. Вы продвигаетесь вперёд, пронзая вот эту тьму. Карта отшельник, да? Где вы с фонариком брели. Или всё ещё сейчас бредёте. Но будет свет. После тьмы всегда наступает рассвет. И карта солнца — это уже пик вашего подъёма. Вы обязательно поднимитесь на очень высокий уровень. Карта звёзды. Это будет ваша победа. На дне колоды у меня колоссальное разрушение, башня. Здесь большая трансформация происходит в вашей судьбе. Просто колоссальная. Вам надо просто это пережить. Это два сне-зависящие процессы. Вселенная над этим работает. Ваша задача сейчас — просто конкретизировать свои планы. Нужно сузить или снизить где-то планку своих требований, да? Если у вас много вариантов каких-то, значит, нужно остановиться на двух. Потому что настоящий выбор, он из двух идёт, а не из пяти, там, десяти. Сумеете найти решение, сумеете подняться на очень высокий уровень. Руки связаны у вас, да? Вы как-то сейчас вот сопротивляетесь даже переменам. Бывает такое. Нет, не хочу. Вот как будет, так будет. Нет, у вас руки не связаны. Вы в силах себя раскрепостить. Вы в силах убрать из вашей жизни то, что вас не устраивает. Мы хотим часто искать оправдание, что вот у нас такая тяжёлая судьба, нам так не повезло, кто-то нам вредит. Значит, пусть всё остаётся так, как есть. Но вы в силах развязать себе руки. И это нужно делать. Вы примете решение по королю мечей. Какое-то важное решение, которое, возможно, шокирует всех. Шестёрка мечей. Это какое-то продвижение новое будет. Новое. Шокируете всех резкость, непредсказуемость, шок. В данной колоде такой контекст, в данной карте. Но пусть так, да? Вы же делаете, как вам лучше. Пусть кого-то это не устроит. Это их личное дело. Главное, чтобы вам было хорошо, светло, тепло, комфортно. А по Солнцу вам Вселенная даёт такой шанс. Говорит, да, отправься на другой путь. Посмотри в другую сторону. Сделай правильный выбор. Подумай для начала. Взвесь. Уберись всё лишнее на основе своей жизни. Избавься от иллюзий, от иллюзорных путей. И начинай уже потихонечку выбирать что-то, определяться. Вот она карта. Карта исполнения мечты. Девятка кубков. Карта комфорта. Карта любви. Когда вы полюбите себя, и вы выберете для себя достойный путь, вас полюбят также. Появится мужчина, король мечей. Мужественной, надёжный, крепкий. Способный в смысле создать крепкие отношения с вами, да, крепкий союз. Исполнение ваших желаний всех, поверьте, счастливым быть не так сложно в этой жизни. Достаточно найти свою нишу. Но надо искать. Вот так устроена жизнь, что нужно её искать, эту нишу. И не все находят, потому что дают неверные запросы во Вселенную. И Вселенная не понимает, что вы хотите. Вы сможете. У вас есть мудрость, у вас достаточно энергии для того, чтобы повернуть свою жизнь в ту сторону, в которую подсказывает вам сердце. Вот такой расклад. Очень надеюсь на то, что информация была для вас полезна. Конкретизируйте свои запросы. Всё очень просто. Постепенно выйдите на тропу, которую давно ждёте, либо желаете. Всё получится. На сегодня всё. Всем пока.